Девушки отдыхают Большинство людей думало, что будет две Германии. Жак Атали, советник французского президента, оказался единственным свидетелем разговора своего шефа с американским президентом Бушем в декабре 1989 на французском острове Сен-Мартен. Я тогда услышал, как в этом разговоре с глазу на глаз президент Буш сказал, да нет, объединение Германии – это дело 20 лет. Тогда никто не мог предположить, что процесс, рассчитанный на пару десятков лет, окончательно завершится в невероятно короткий срок – 10 месяцев. Так кто же стоял за кулисами процесса объединения Германии? Ну, насколько глубоко фальсифицирована история, и насколько мало не только общественность, но и правительство знают о том, как реально было. Спрашивают, ну а что? Что тут вот главное? Почему весь процесс пошел? Быстро. Там Германия надрела. Есть вещи, которые я так и не узнал, и сейчас еще только узнаю, что было, происходило, вокруг меня происходило. Я сказал канцлеру Колю, смотрите, если высшее руководство в Москве начинает думать о единой Германии, так вам нужно возглавить это и двигаться вперед к объединению. Это были русские, кто подал первый сигнал. Анализ малоизвестных исторических фактов и уникальных рассказов непосредственных участников событий помогут нам проникнуть в нервные клетки переговорного процесса. Это были строго засекреченные материалы, и поэтому мы должны исходить из того, что в основном это были устные переговоры. Очень мало было зафиксировано на бумаге, и сложность заключалась именно в реконструкции того, что осталось. В ноябре 1989-го произошли два ключевых события в истории современной Германии. И если хроника падения Берлинской стены известна в деталях, то секрет прорыва канцлера Кельмута Коля в вопросе объединения страны интригует и по сей день. Сначала были мысли о том, что это будет долгосрочный процесс, потому что мы не знали, как быстро удастся разрешить все правовые вопросы в связи с соглашением союзников, поскольку все эти четыре страны должны были решать будущую судьбу Германии. И это был тот вопрос, который был не решен. Гельмут Коль в конце ноября 1989-го года опубликовал свой план. Будущее заявление канцлер будет готовить в условиях строжайшей секретности. Опасаясь утечки информации, Гельмут Коль откажется от любых консультаций. Таким образом, заявление канцлера Коля 28 ноября 1989-го года станет полной неожиданностью не только для лидеров союзных держав, но и для ближайших соратников по коалиции. Когда стена пала, Гельмут Коль выступил со своими десятью пунктами, Горбачев сказал министру иностранных дел Геншеру, что он относится к заявлению Коля как к некоему диктату с его стороны. Тщательно выверенные формулировки представленного Колем сенсационного документа фактический призыв к объединению страны. На фоне приближающихся выборов ФРГ многие воспринимают это как авантюру. Осторожный опытный политик совершает фактически политический димарш. Как он решился на такое? Как на это посмотрят державы-победительницы? Ведь в Германии до сих пор стоят их войска. Министр иностранных дел привез мне этот кусок стены. И вместе с этим благодарность немецкого канцлера американскому народу. Для меня это хороший шанс сказать ответное спасибо. С американской стороны все было предельно ясно. Американцы были стопроцентны за объединение Германии, тем более, что для них это была победа Запада над коммунистической системой. И они питали надежду, что объединение Германии окончательно ослабит Советский Союз. У них была та самая перспектива борьбы Восток-Запад, Запада против Востока. Следовательно, они оказывали активную поддержку безо всяких условий, поскольку вопрос, усилит ли это Европу или нет, им был глубоко безразличен, в то время как он был чрезвычайно важным для Миттерана. Миттеран предлагал Горбачёву категорически против. На встрече в Киеве Миттеран предлагал Горбачёву лететь вместе в Берлин и поддержать Холекера. Ответ Горбачёва был такой, если вам нужно лететь, я не полечу. Миттеран хорошо относился к Колю, но всё-таки с определённой осторожностью. Он говорил, Коль – человек, ориентированный на выборы, неизвестно, как он поступит. Вопрос заключался в следующем, как, воссоединившись, поведёт себя Германия? Будет ли она продолжать проводить независимую политику в Центральной Европе, как до начала Второй мировой войны, или начнёт играть роль, направленную на альянс с Францией в рамках Европы? Миттеран тоже говорил, что вам нужно взять в руки эту инициативу. Ответ был такой с нашей стороны – мы не будем за вас стирать грязное белье. Это кто так формулировал, Алексей Михайлович? Михаил Сергеевич. Миттеран говорил, мы так любим немцев, что даже и согласны сейчас, чтобы две Германии оставалось. Это всё так было, да. И Миттеран, и Тетчер особенно, очень переживали за то, чтобы Коль, западное руководство немецкое, не дай бог, как сказать, не засуетилась, не бросилась в эту брешь Берлинской стены. Тетчер буквально визжала, показывая пальцем, в коле и говорила, смотрите, смотрите на этих немцев. Вот типа того, что их били, били, а им опять надо, кстати, дать чего-то. Они опять себе надумали объединяться без того, чтобы нас спрашивать. Она была категорически, ещё больше, чем Миттеран, против объединения. Так что вы ещё почитаете такой том, воспоминания Тетчер, «Умная женщина, ничего не скажешь». Там вот она описывает чёрным побегом, как она пыталась предотвратить схождение, вот этот сход наш советской стороны до капитуляции, которая произошла. У нас были соотношения в группе четырёх трое против одного Америка, против американцев. А когда Шеварнадзе небескорыстно удовлетворил требования Геншера изменить формулу 4 плюс 2 на формулу 2 плюс 4, лавина пошла под откос. Вот так. Что касается меня, я всегда считал, что объединение Германии зависело от русских. Было налицо, что Горбачёв хочет изменить курс событий, но имелась неопределённость. Неизвестно было, преуспеет ли он, неизвестны были его намерения. Миттеран сказал, мне надо всё-таки проверить, что собирается делать Горбачёв. Намерен ли он двинуть войска или же наоборот, дать ход объединению Германии. Соратники Гельмута Коля понимают, что с США, Великобритании и Франции можно говорить в формате западных ценностей и надеяться на консолидированное понимание. Но как быть с Советским Союзом? На этот случай у западно-германского канцлера был туз в рукаве, о котором знали только два человека. Он и советский президент. 10 марта 1982 года в предместе швейцарского города Цюрих вот в этом доме состоится тайная встреча. Здесь впервые встретятся представители первых лиц ФРГ и ГДР. Предмет разговора – создание совместной финансовой структуры. Запад финансирует, Восток тратит. Спустя много лет наша съёмочная группа стала первой, и кому в эксклюзивных интервью непосредственные участники рассказали уникальные подробности этой строго секретной операции. Но прежде чем вы услышите эту детективную историю, совершим небольшой исторический экскурс. Ведь так называемые германо-германские отношения – настоящие джунгли, которые непросто перейти даже сегодня. Однажды, оказавшись в первый раз в Германии, в западной ещё Германии, возглавлял делегацию я в связи с 30-летием разгрома фашизма. И под одним из городов оказался на заправочной. Ну, не я оказался, а те, кто нас возили. Услышал этот хозяин заправочной, что мы по-русски говорим, а мы ходили убирали диски какие-то купить там рядом, всё, магазинчик. Он сказал, вот вы празднуете, а мы вот живём в разорванной стране и так далее. Всё, вооружено. И подождите, а кто виноват? ГДР возникла в результате послевоенного раздела фашистской Германии в октябре 1949 года. Одна из важных причин её возникновения, на который сегодня мало обращают внимания – тесные контакты властей западной Германии с бывшими нацистами. Многим немцам это не нравилось, и они выбирают альтернативу ГДР. Напряжённость между двумя Германиями продлится долгие годы. Робкая увертюра к германскому объединению зазвучит с приходом Вилли Бранта в сентябре 1969-го. Лозунг нового канцлера ФРГ «Немцы, мы один народ, нам нужна единая Германия». Возникает так называемая политика поворота. Начинаются первые переговоры между Востоком и Западом. Несмотря на устоявшиеся мнения, отношения между СССР и ГДР не были всегда абсолютно открытыми. Однажды руководство ГДР решит ограничить информацию о своих контактах и переговорах с ФРГ от Советского Союза. И это был ответ Хонекера Брежневу. С приходом Вилли Бранта начинаются не только германо-германские контакты, но и возникают первые реальные позитивные подвижки в отношениях между ФРГ и СССР. Советская сторона во время переговоров просит представителей ФРГ не информировать своих союзников из ГДР об их деталях. Хонекер некоторое время пребывает в недоумении, но вскоре его информационный голод будет утолен. В конце 60-х, благодаря виртуозной работе спецов легендарного шефа восточно-германской разведки Маркуса Вольфа, утечка информации будет организована прямо из дома министра иностранных дел ФРГ Эйгона Бара. Вот он рядом с канцлером Брантом. Справедливости ради заметим, что жучки вскоре будут обнаружены и удалены. В 1974-м Вилли Бранта на посту канцлера ФРГ меняет Гельмут Шмидт. Он войдет в историю как мастер правильных решений. Шмидт продолжает начинание своего предшественника и развивает диалог с Советским Союзом. Однажды, в самый разгар холодной войны, несмотря на давление американцев, он не прервет газовых контрактов с СССР. И 20 ноября 1981 года будет подписан новый контракт аж до 2008 года, благодаря чему советская экономика избежит дополнительных проблем. Был у немецкого канцлера Шмидта близкий друг и соратник Герберт Веннер. Человек незаурядный, с невероятной биографией. Именно он формулирует идею для реализации будущей интеграции двух Германий. Герберт Веннер с 1927 года член Коммунистической партии Германии. С приходом Гитлера переходит на нелегальное положение. В 1935 оказывается в Москве. По заданию Коминтерна в 1941 выезжает в Швецию. Через год из Москвы получает приказ отправиться в Германию. Ему известно, что вся антифашистская сеть разгромлена гестапой. Там не на кого по-настоящему опереться. Вскоре Веннера арестовывают. По другой версии он отказывается лететь на верную смерть и сдается властям Швеции сам. Были сведения, что он даже сдал некоторых участников сопротивления. Но по другим сведениям он упоминал только уже провалившихся. После войны Веннер примкнет к социал-демократам. Первый лидер ГДР Вальтер Ульбрихт считает его чуть ли не личным врагом. Отношение в руководстве ГДР к Герберту Веннеру меняется с приходом Эриха Хонекера. Начинается германо-германский диалог. У Эриха Хонекера при всем том, что он сделал им полезного для ареста публики, было много необъяснимого, как во всей его биографии. Когда он сидел в Моабите, американцы бомбили Берлин, тюрьму разрушили, большинство заключенных бежали. Бежал и Эрих Хонекер, который в это время был там, под арестом. Никто не вернулся, кроме Эриха Хонекера. Обратно туда, в тюрьму, когда бомбежка кончилась. Почему? Есть еще несколько вопросов, которые убедительного такого ответа не нашли. Но где-то он был открыт для шантажа западной стороны. Видимо, это активно используют. Поэтому я могу только одно объяснение найти в записке, которое когда однажды попало мне в руки, пересылалось в БОН, и написано было от руки, говорилось, мы обо всем с вами можем договориться, при условии, что русский об этом не будет. Вот так. ГДР в представлении советского человека была идеальной моделью социалистического общества и государства. Те, кому посчастливилось побывать там в командировке или турпоездке, привозили массу впечатлений о заваленных качественными товарами магазинах, прекрасных дорогах и счастливых лицах на улицах немецких городов. Чего так не хватало советскому человеку на родине. Тогда никто и представить себе не мог, какой ценой давалось это благополучие. Лидер ГДР Эрих Хонекер, как никто другой, понимает, что постоянная зависимость от Москвы – тяжкое бремя, и начинает искать альтернативные возможности для финансовых нужд ГДР. Информация об истинном положении вещей в экономике страны – один из самых охраняемых секретов восточно-германского государства. Была создана специальная компания «Интрак», которая занималась внешней торговлей ГДР. А одним из ключевых людей, отвечающих за финансовые и внешнеторговые операции, становится полковник МГБ ГДР Александр Шальк-Голодковский. Он пользуется особым доверием министра безопасности Эриха Мильке и отчитывается только перед ним. Мильке был человеком, который видел в другом, в первую очередь, плохое. Неположительное, хорошее, а что-то отрицательное. Всегда подозревал его в чем-то. Это был стиль его мышления. А разведчик должен думать иначе. Мысли, которые движут разведчиком, должны быть такими – «Как мне привлечь человека к сотрудничеству?» Поэтому нужно было быть максимально благожелательным. А Мильке обращался со всеми как с потенциальными врагами. Что касается Голодковского, здесь я могу сказать следующее. Он постоянно боялся того, что мы будем вербовать людей из его окружения, из его подчинения. Будем с ними работать. Он этого не хотел. В конце 70-х годов экономика ГДР остро нуждается в кредитах. Постепенно она становится вторым по важности и желанности после СССР заемщиком на международном рынке. Западные финансисты довольны пунктуальным плательщиком. Все кредиты, которые получает ГДР, возвращаются в срок. Но однажды в 1979-м прозвенит тревожный звонок. В соседней Польше грянет финансовый кризис. Когда у Юрия Зельского, вообще у Польши возникли все эти проблемы там, не будем с вами все ворошить, мы же пошли, что мы во время того, когда объявил чрезвычайное положение в Илье, и оно почти год они, по-моему, на нем жили, мы же им дали и валюту, и товары, и нефть, и все, на несколько миллиардов долларов. Это мы знали, что мы себе это делаем, а не кому-то. Польше в этом смысле повезло больше. В 1981 году ГДР столкнется с такими же проблемами, но в отличие от поляков, восточным немцам практически до последнего дня существования придется рассчитывать только на себя. У советской экономики возникают первые серьезные проблемы. Вскоре их усугубят товарные и нефтяные кризисы. Мы не понимали, почему ГДР сократили поставки нефти. По каким причинам? Может быть, потому что у Советского Союза в свое время были большие экономические трудности. Но нам было сложно это понять, что мы не получим то, что нам нужно. Поскольку у нас нет нефти, нам негде ее добывать, и сокращение поставок приведет к серьезным экономическим трудностям. Когда разразился польский кризис, ГДР получил последний кредит на международном рынке. 50 миллионов долларов для Интрак. Он был подписан в начале 1982 года. Новые кредиты для ГДР стали недоступны. Я очень активно работал с моим банком и кредитовал ГДР. В конце ноября 1981 года полным ходом идут приготовления визита канцлера ФРГ Гельмута Шмидта в ГДР, где должны пройти переговоры с Эрихом Хонекером. Визит через две недели, а истинные интересы переговорщиков для обоих лидеров до конца неизвестны. Задействованы все возможные источники. Хольгер Паль с его широкими связями и возможностями по обе стороны Германа-германской границы оказался надежным посредником. В один из дней он встретился с высокопоставленными представителями ГДР. Я только спросил, что будете обсуждать. Мне ответили, да, нам нужны деньги. После этого кризиса в Польше нам нужны деньги. Спустя один день Карл Винанд посетил меня. Я спросил его, Карл, Гельмут Шмидт собирается в ГДР. Что он ожидает от своего визита? Он ответил, что речь идет о гуманитарных проектах. И с нашей стороны мы были заинтересованы в том, чтобы был установлен контакт между населением ГДР и ФРГ. Мы разработали идеи о том, что мы можем дать деньги, значительные суммы, можем выделить за снижение возрастного порога тем гражданам, которым дано право для выезда за рубеж. Это было как раз ключевым направлением наших переговоров с ГДР. Они преследовали свои интересы. То есть они всегда облекали это в такие словесные формы, что нужно помочь людям, приоткрыть границы, позволить гражданам ГДР ездить в Западную Германию. Но основной причиной, конечно же, было использовать эти меры для усиления своего влияния на социалистические страны, не только на ГДР. Так вот, что это был за гуманитарный проект. Западная Германия предлагает деньги за то, что Восточная будет выпускать за железный занавес все более молодых немцев. Таким образом, предполагалось купить для них свободу. Для реализации такого деликатного гуманитарного проекта нужна компромиссная схема, которую устроят обе стороны. Решение этой непростой задачи предложили сформулировать компетентному человеку. Я ответил, что лучший вариант – это германо-германский банк в Цюрихе, 50% из которых принадлежало БГДР и 50% ФРГ. И этот банк будет выдавать кредиты каждые 4 года за 5 лет уменьшения возрастного ценза. Это будет кредит на 4 миллиарда западно-германских марок, рассчитанный на 20 лет для восстановления экономики ГДР. Вот такая была идея цюрихской модели. Идея была гениальна по своей простоте – сократить возрастной ценз для выездов граждан ГДР в Западную Германию. Восточно-германские власти не выпускали в кап страны своих граждан моложе 65 лет. Боялись, что те просто не вернутся назад. За 5 лет возрастного ценза Запад платит 1 миллиард. Получается простая арифметика. За 20 лет кредитования возрастной ценз уменьшается с первоначальных 65 до 45 лет. Цюрихская модель была практически готова к запуску. Были согласованы уже детали основного соглашения. Обе стороны были довольны продвижением проекта. Это было летом 1982 года. Я с хорошим настроением отправился в отпуск. А потом из газет я узнаю, что правительство в отставке. Гельмут Шмидт больше не канцлер. И пришел Гельмут Коль. И я сидел здесь с моей женой. И я сказал ей, что нам теперь делать. Хольгер Баль крайне раздосадован. Перспективный бизнес уходит прямо из-под носа. Он добивается встречи с близкими людьми Гельмута Коля и выезжает в Бонн. Я встретился с господином Йеннингером. В то время он отвечал за ГДР. Был правой рукой доктора Коля. Его большой друг. Я передал ему документы, которые приготовил. Он подтвердил, что передаст их канцлеру. И он был очень оптимистично настроен. Да, мы сделаем то же самое. Это очень здорово для Коля иметь такую сделку. Мы сможем сломать ситуацию с ГДР. И он был фантастично настроен сделать это. Но с приходом Гельмута Коля представители ГДР мгновенно прервали все контакты. На вопросы банкира из Цюриха ссылаются на отсутствие полномочий. На самом деле объяснение было простым. Шмидт и Коль не только политические противники, но и два антипода. Руководство ГДР считает нового канцлера непредсказуемым. Слова политика легко могут разойти, с делом. А это еще усугублялось тем, что новые потенциальные партнеры по переговорам просят обязательства по исполнению гуманитарного проекта подкрепить официально на бумаге. Министр Мильки видит в этом угрозу. И он недалек от истины. Если когда-нибудь подобный документ станет достоянием гласности, им мало не покажется. Благовидное звучание. Гуманитарный проект на самом деле продажа за деньги свободы собственных граждан. Это действительно нечто. Именно так и преподнесут. А это катастрофа. Своего заместителя и начальника управления разведки МГБ ГДР Маркуса Вольфа к оперативному обеспечению процесса министр не подпускает. Вольф для него глаза и уши Москвы. Мильки нам сказал «Не лезьте в эту историю. Это вас совершенно не касается. Цюрихская модель для нас не актуальна. Существует риск, что западные службы привлечены к этой модели, что цюрихская модель — это не помощь ГДР, а нанесение ущерба ГДР». Но несмотря на все усилия Эриха Мильки, до Москвы информация доходит практически с самых первых дней возникновения этой идеи. С одной стороны, Маркус Вольф. Вторым важным каналом был сам господин Винанд. Москва узнает, что лидеры ГДР нашли такой нестандартный и пользующийся спросом в ФРГ товар как свобода своих же граждан. И к ним вот-вот потекут деньги. Валюта. Дойче Марки. Хорошо. Советский Союз был информирован. И информация шла от меня. Вся ситуация в деталях обсуждалась мной с Фалиным. Был еще один человек, который был связан с Политбюро в Москве. Это был Португалов. Португалов всегда был очень хорошо осведомлен. Хотя он был человеком другого типа, чем Фалин. Он не был дипломатом. И это мне мешало. У меня были очень тесные отношения с немецкими, западно-германскими банкирами. Часто собирались, нередко собирались мы на Вилле. Бундесбанком президент был у меня. Как нам развивать отношения советско-германские, западно-германские, германо-германские отношения, как часть этих комплексов. Спустя некоторое время переговоры по цюрихской модели возобновятся. Несмотря на то, что в ГДР Хольгера Баля считают агентом западно-германской разведки, на границе продолжают выдавать распоряжение пограничникам обеспечить ему быстрый переход. Так он и передвигается между Швейцарией и двумя Германиями. Однажды ему неожиданно позвонил ближайший соратник канцлера Коля Филипп Йеннингер. В один из дней он позвонил мне очень серьезно. Господин Баль должен проинформировать вас, что премьер-министр Баварии Франц-Йозеф Штраус очень зол на вас из-за ваших действий, потому что у него есть свои планы. Я ничего не знал. Потом он сказал, что мы хотим продолжать дела с вами, но будьте осторожны. Франц-Йозеф Штраус, премьер-министр Баварии, политический противник Гельмута Коля и оценивает своего конкурента весьма невысоко. Штраус хотел показать Бонзам, кто лучше. Он повторял, публично говорил, что Коль не может быть канцлером, он не обладает необходимыми для этого качествами. И поэтому он делал вот эти вещи для того, чтобы показать, что он лучший. И, конечно, об этом знали его ближайшие сотрудники как Тельчик и Йеннингер. План Штрауса, вот он в кадре жмет руку Хонекеру, был прост. Коль требует письменных гарантий, а он, Штраус, даст деньги без таковых. К радости Хонекера и Мильке. Он обыграет Коля, выкупит восточным немцам свободу, за него проголосует западный избиратель. Договорились решать вопросы поэтапно и публично об этом, разумеется, нигде не говорить. Всего ГДР получит 2 миллиарда марок в обмен на гуманитарные проекты, то есть за свободу передвижения своих граждан. Это аукнется осенью 1989-го. Было 3 условия, которые должны были быть выполнены, за что давались такие огромные деньги. Первое – снизить возрастной ценз для людей, путешествующих с востока на запад Германии. Таким образом, большее количество людей могли бы проходить через стену. Второе – сделать режим на переходах у стены менее жестким, более цивилизованным. И третье – дать больше свободы людям, переходящим с востока на запад и наоборот в целом. Группа цюрихской модели требовала подписанной Хонекером бумаги на этот счет. Они сказали «нет». А Штраус сказал «хорошо, я верю тебе и дам тебе денег вперед». В результате ГДР выполнило все. Франц-Йозеф Штраус заложит минус замедленного действия, которое сработает 9 ноября 1989 года. Но ему не суждено будет увидеть плоды своего труда. Штраус уйдет из жизни 3 октября 1988 ровно за два года до подписания объединительного договора. Падение берлинской стены окончательно расшатает ситуацию в ГДР. Это стало бы для него несомненно приятным сюрпризом. А что касается успеха его политического оппонента Гельмута Коля, естественно, Штраус не мог и предположить, что советская сторона когда-то выдаст его сопернику карт-бланш. Невероятная инициатива советских руководителей сыграет решающую роль в принятии окончательного решения Гельмутом Колем на пути объединения страны. К сенсационной публикации 10 пунктов Коля подтолкнет появление советского представителя с неожиданными инициативами 21 ноября 1989 года. В течение всего 1989 года экономическое положение в СССР усугубляется. Политическое руководство страны в поисках решения предпринимает различные попытки исправить положение. Некоторые из них выглядят хаотично и непоследовательно. Одна из них самым серьезным образом отразится на всей перспективе дальнейших переговоров по германскому вопросу. Кто-то говорит, что вот наивный какой-то все, торговали, уступки делали. Мы то, что нужно, делали, но нигде. Никто не продажный, политикой не занимался, это вообще говоря, я отвергаю всякие домыслы. И все это, кто говорит, болтуны и вообще шелупонь, не знающие ничего. Довольно замысловатая игра шла в том отношении, что Горбачев в эту пору говорил Франсуа Миттерану. Только не соглашайтесь на это объединение, потому что если объединение произойдет, будет военный переворот. Нельзя соглашаться на объединение, а то произойдет военный переворот. Горбачев повторял это все время. У нас не было, конечно, возможности этому противостоянию. Но самое поразительное было то, что Горбачев просил нас не соглашаться на немецкие условия объединения, а в то же время каждый раз, когда он встречался с Колем, Горбачев сдавал все позиции немцам, потому что ему нужны были деньги, а немцы платили за функционирование Советского Союза. Горбачев был в отчаянном положении как с финансовой точки зрения, так и с политической. Говорят, проговорим про жизнь нашего. 21 ноября 1989 года, ровно за неделю до сенсационного заявления десяти пунктов Гельмута Коля в Бонне прозвучит главный сигнал для западно-германского руководства. И последний сигнал я получил, сидя в собственном офисе. Появился советский журналист. Его фамилия Португалов. Он появился в моем офисе с рукописным документом. Все вопросы, которые он задавал, касались темы, собирается ли Германия объединяться или нет. И он сказал мне, что эта бумага была подготовлена высокопоставленными людьми в Москве. Но он не сказал, кем именно. И так, благодаря журналисту Португалову и его вопросам, Тельчик понимает, невероятно, но советы допускают мысль об объединении Германии. Это было то, что они себе и представить не могли. На нашу просьбу прояснить ситуацию с московским посланником Португаловым Михаил Сергеевич отреагировал довольно странно. Да не нужен мне Португалов. Португалов был хорошо известен в Германии. Официально он был советским журналистом. Он бегло говорил по-немецки. Когда он приезжал в Германию, то всегда давал интервью. И когда он просил меня о встрече, я всегда отвечал положительно. Потому что я мог узнать, что происходит в Москве в отношении Западной Германии. Почувствовать температуру. И в ноябре 1989 года он позвонил мне и сказал, что хочет со мной поговорить. Наши встречи всегда были частными. Никто больше не принимал в них участие. И поручение Черняева и Майова заключалось в следующем. Наша общая забота, но прежде всего ваша забота западных немцев, обеспечить, чтобы то политическое развитие, которое идет, и которое обещает очень важные решения, в том числе интересующие вас, не вышло из политического поля. Если, не дай бог, прозвучат выстрелы по нашим казармам, по нашим солдатам, то наши вооруженные силы ответят подобающим образом. Вот поручение. Нужно было послать человека, знающего, доверенного. Таким образом, выбор пал на Николая Сергеевича Португалова. Он опытный журналист-международник с обширными связями в Западной Германии. Превосходный лингвист, переводит с немецкого на русский язык сочинения Генриха Бёля. Помимо этого, он был еще великий фантазер. И как фантазеры не очень управляем. Как реализовал Николай Сергеевич вот это поручение, это вне моего знания, вне моего контроля. Я знаю Португалова на протяжении длительного времени. Он никогда не позволял себе упоминать о вещах, которые были за рамками официальной советской позиции. И поэтому я подумал, в Москве что-то реально происходит. Португалов, отвечая на вопрос Тельчика о дальнейших возможных шагах в связи с этой бумагой, рассказал, что предполагаются по этому поводу переговоры, что на простом языке означает торг. Финансовые проблемы СССР вынуждали Горбачева искать деньги. И взять реально можно было только у Германии. Но что немцам до наших проблем у них есть своя главная задача, и ее в первую очередь нужно решать. На просьбу Тельчика отдать ему рукописное послание Португалов ответил согласием, и листок с вопросами остался у немцев, как улика. Таким образом, карты были полностью раскрыты и документально подтверждены. Встреча Тельчика с Португаловым была зафиксирована. Галерий Сергеевич, когда я его давал инструкции, о чем говорить, он какие-то себе заметки сделал на бумаге. Какие, естественно, я через плечо не смотрел на эти заметки, поскольку он на доверии все построено было. Ему было сказано, никаких бумаг Тельчику не передавать. Это все должно быть устно. Когда он приехал, я спросил, как все прошло, он мне сказал, все прошло, как договаривались и так далее. Мы не знали, что настоящим автором этих вопросов был Фалин. Я не был в этом уверен. Я узнал об этом много месяцев спустя. Он ожидал, что мы начнем внутреннее обсуждение, что мы примем во внимание все эти вещи и, возможно, вернемся к обсуждению этого в закрытом формате. А мы отреагировали совсем по-другому. Узнав об этой бумаге, канцлер немедленно обратился к общественности, объявив начало пути к объединению Германии. Этого Фалин не ожидал. И он сказал по немецкому телевидению, что его ожидания были неверными. Я отреагировал иначе. И этим я по-настоящему горжусь. Справедливости ради заметим, что расчет Фалина строился на устоявшихся многолетних контактах с предшественниками действующего правительства ФРГ. За многие годы были выработаны общие правила поведения. Любой деликатный вопрос, прежде чем он будет предан огласке, подробно обсуждался между партнерами по переговорам в узком кругу. В этом смысле впервые были нарушены правила без каких-либо предварительных сигналов. Действительно, политика и искусство возможного. Огласка этой истории в те дни для некоторых представителей высшего руководства страны означает, если и не обвинение в предательстве основной линии политики государства, то как минимум в самоуправстве и некомпетентности. А в той сложной обстановке в Москве, где у Горбачева было уже немало противников и в народе популярности почти никакой, публикация такого факта имиджа Горбачеву явно бы не добавила. Поэтому это фиаско скрыли и спустили на тормозах. ЦК КПСС в декабре 1989 года на одном из своих совещаний еще раз зафиксировал, что ГДР является надежным союзником СССР и Советский Союз будет поддерживать ГДР. Тогда я был убежден, что содружество социалистических государств еще не способно и едино. И что мы в ГДР можем провести перестройку и сохранить ГДР как государство. На самом деле ситуация уже изменилась. Раздираемый внутренними противоречиями Советский Союз окончательно терял интерес к ГДР, хотя внешне все еще сохранялась видимость непоколебимой позиции. А внутри ГДР события продолжали бурлить. Во второй половине декабря 1989 года произошел окончательный перелом и в настроениях жителей ГДР. Лозунг восточно-германских немцев «Мы народ» теперь и зазвучал как «Мы единый народ». Большинство населения ГДР еще в ноябре выступавшие за модернизацию социализма и обновления в стране теперь выступает за скорейшее присоединение к ПРГ. 19 декабря 1989 года Гельмут Коль по приглашению Ханса Модрова прибывает в Дрезден. Восточные немцы приветствуют западно-германского канцлера. Повсюду флаги ПРГ. Его выступления встречают овации. Амбиции Гельмута Коля войти в историю канцлером объединенной Германии подкрепляются увиденным в Дрездене. Коль все правильно разыграет. Он не пойдет по предсказуемому пути, растрачивая время на дипломатические реверансы и ненужные разговоры с СССР. Получив из Москвы карты в руки, он захватит инициативу и не выпустит ее уже до конца. Авторы послания в Москве не учли этот важный штрих психотипа бундесканцлера. А жаль, ведь у партнеров из ГДР на этот счет была и информация, и опыт в период переговоров по цюрихской модели. Так мы остались без переговоров и важных решений. Но отдадим немцам должное. Лишив Москву маневра для переговоров с последующим торгом, они напомнили о своем предложении о помощи, если таковая понадобится. В июне 1989 года, когда Горбачев приехал в Германию, в Бонн, в столицу Германии в то время, Гельмут Кольп пообещал президенту Горбачеву, если на пути экономических реформ, во время перестройки и гласности у тебя возникнут экономические проблемы, если мы сможем тебе помочь, мы поможем тебе быть успешным дома. В январе 1990 года советский посол Юлий Квицинский пришел в мой офис. И он напомнил мне об обещании данным канцлером в Колем президенту Горбачеву. Я спросил его, что бы вы хотели, какого рода помощь вам нужна. и он ответил лишь одним словом. Он сказал мне, мясо, нам нужно мясо, потому что зимой 1989-90 годов весь Советский Союз очень страдал от нехватки еды, мяса, масла и так далее. и мы немедленно решили поддержать Горбачева. Мы потратили 240 миллионов немецких марок для продовольственных поставок в Советский Союз. В начале декабря 1989-го на острове Мальта произойдет встреча глав двух супердержав. Это событие станет переломным в отношениях между США и Советским Союзом. Пользуясь случаем, западногерманский канцлер просит американского президента поддержать его инициативы во время переговоров с советским лидером, что и было сделано. Для Горбачева германский вопрос, несмотря на всю его остроту и актуальность, оказывается в разряде второстепенных. Эта тенденция в его внешней политике сохранится до конца объединительного процесса в Германии. Так должно быть, как мы вели политику. Я думаю, то, что мы сделали в Европе, то, что мы пошли на объединение Германии вот таким образом, это ювелирная работа, что касается политики. Она без крови, без политических все вопросы решены были. И внутри Германии немцы решайте, что вам нужно. И вокруг Германии решили и договор с теми, с другими, с третьими, и с странами-победительницами, и с Польшей, и с Чехославом. Со всеми оговорено, и все, так сказать. Мы предали собственный интерес. Мы предали интересы всех наших союзников, не только, кстати, европейских. Мы подвели мину под нашу политику, которую будем разряжать в ближайшие сто-двести лет. Маршал Ахрамеев, который в это время был консультантом по военно-политическим вопросам, был абсолютно прав, когда он говорил, что Горбачев был совершенно не готов к встрече с Бушем. И тогда я попросил о встрече с Горбачевым. Я попросил его встретиться со мной 4 декабря в Москве. Вот я нахожусь в Москве. 30 января мы ведем переговоры. Мы предложили свою концепцию объединения, трехступенчатого объединения. Концепция предложена была нашей стороной, не советской стороной. У советской стороны была одна проблема. Она делала упор на военном нейтралитете объединенной Германии. Это требование было вполне обоснованным. Государственный секретарь Буша Джеймс Бекер сказал Горбачеву, что НАТО не будет расширено даже на территорию бывшей Восточной Германии и тем более не произойдет его дальнейшего расширения. Преемники Буша не сдержали этого обещания, поскольку впоследствии имела место активная политика расширения НАТО. В этом заключалась забота американцев. Да, здравствует объединение Германии, но оно должно демонстрировать усиление НАТО на всю европейскую систему. И это имело следствием то, что НАТО продвинулось на восток сначала через территорию бывшей ГДР, и как мы сейчас видим, НАТО продвинулось на восток на 600 километров. И кольцо вокруг России и расположение объектов НАТО вокруг России стало совершенно другим. И Горбачев сейчас может говорить что угодно, но в принципе это тот человек, который открыл ворота для продвижения НАТО на восток. Ханс Модров последний реальный представитель интересов ГДР уйдет в отставку в марте 1990-го. 12 апреля его сменит христианский демократ Лотар де Мезьер и станет последним в истории председателем правительства Восточной Германии. Его правительство чисто технический субъект для соблюдения протокола и фактического завершения формальностей существования ГДР. Вы знаете, премьер-министр де Мезьер возглавил правительство не имея никакого опыта в политике. Откуда бы ему взяться? Нет, я не критикую его. Все правительство не имело какого-либо опыта в политике. И моя роль заключалась в следующем. Канцлер попросил меня поехать в Восточный Берлин брифинговать его в области международных отношений. Потому что, как вы знаете, в 1989-90-х годах мы вели переговоры с советским правительством, с президентом Горбачевым. И у нас были переговоры с США, Францией и Великобританией, с европейским сообществом, с НАТО, с Большой Семеркой. И моя задача была лишь пробрифинговать его с тем, что происходит. Потому что он был частью игры. Отлично проведенная игра подходила к завершению. В этом смысле консультации искушенного в кулуарных вопросах советника западно-германского канцлера пришлись как нельзя кстати, и финальный аккорд не должен был омрачить впечатление от всего спектакля. Он прозвучал 12 сентября в Москве, где был подписан ставший историческим договор между двумя Германиями, Францией, Великобританией, США и Советским Союзом. Когда мы подписали этот договор, у каждого была перьевая ручка. Я подумал, что заберу с собой эту ручку и передам потом своим внукам. Когда я выходил из зала, я заметил, что остальные пять ручек пропали. Это единственный сувенир из моих политических времен в моем кабинете. А второй сувенир это скульптура. На ней изображен всадник на осле. Это мои сотрудники подарили мне его в 90-м году. Только они сказали, не думайте, что вы всадник, вы осел. Мы все время вели очень тесные переговоры между новым правительством ГДР и нашим правительством. И мы видели, насколько трудно было развивать ГДР, стабилизировать ее экономически и остановить бегство восточных немцев на запад. Мы должны были это остановить. Очень быстро стало ясно, что мы должны поглотить. что мы должны это сделать. ГДР, главное задачу завершить организованную вывод войск. Второе количество задачи это задачи обустроиться на территории России. У нас много проблем. Мы оставили там имущество в разных видах, включая инфраструктуру оборонную, на триллионы долларов. А нам даже не списали долги, которые мы имели перед ГДР и имели перед ОФРГ. Мы получили компенсацию за вот это все. 14 миллиардов марок в Архизе на строительство казан. Половину разворовали, естественно. Нам ведь предлагалось. В свое время при Эрхарде 124 миллиарда, тогдашних это 250 примерно, если не 300 современных миллиардов. Нам предлагалось за выход ГДР из Варшавского договора и принятие ГДР без включения ее в составе Западной Германии статуса Австрии 100 миллиардов марок. Мы же это ничего не принимали. Тельчик ведь писал в своих марок, что перед встречей в Архизе через Черняево была просьба, дайте мне 4,5 миллиарда марок, мне надо кормить народ. И тогда в Архизе, когда при встрече получится все. Все это тогда естественно осталось за кадром. Советскому зрителю из Архиза показали первых лиц на фоне красивых ландшафтов. И из их комментариев мало что можно было понять об истинном положении вещей. Люди очень хотят, чтобы наши два народа вместе вместе и уверенно смотрели. И completamente длины. Фондю любит тебя. Субтитры создавал DimaTorzok